Кепку Л.А. Лос-Анджинс Нью-Йорк был, хочу Лос-Анджинс Л.А. Л.А. Ну, Л.А. Л.А. Нет, тут же должна быть лотность Какая разница Так, доброе утро Мы уже взяли, как традицию, за второй день И заходим в прямой эфир Правда, сегодня мы идем против солнца Поэтому свет вот так меняется на вот так Идем сейчас по набережной Опять идем в наш ресторан, который мы нашли вчера Классно, хотя мы уже другие приду попробовать У меня сильно болит палец Как я вчера его уши вложила Кстати, в прямом эфире коляска Потому что Женя у нас любит, знаете, как хайдит Типа широкий мужчина, да? Он так идет, повис на меня Уж коляску мне под ноги тащит Еще и говорит, потом сама виновата Классно, будешь плачь с ним, а? У нас уже шесть вечера Так, где у нас? Классно 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 Это прикольно Это все Насколько не на три дня На буха Уже ваш эфир такой Слушайте, смотрите, поиски И получается приятно Но это для вас же и делается Мне тоже нравится Обещаться Делиться чем-то Уже Наталья постучилась У вас один номер Понять А у нас 14 Волочины Михаил Шкатинский здесь выступает Ой, смотрите, красоты какие Буду немножко тоже показывать Улицы Ой Семь, шесть Четыре Три Успели Пип Пип Посмотрите И вот, кстати, про Спас на Крови я вам так и рассказать хочу Один факт интересный, да, про Спас на Крови тоже я рассказала Вот, теперь хочу вам рассказать про, ну я тут тоже писала о том, как с собора сняли Кристина Кресты и поместили их Тем самым спрятали от большевиков в какой-то Нижний Канал Грибоедовский Вот И один какой-то прохожий вспомнил об этом, что сам эти кресты были запрятаны там-то там-то И действительно Собрать людей, которые в милиционерах вели кого-то Которые вели на реакции и начали посмотреть Действительно нашли эти кресты, поместили их, когда все закончилось, да Поместили их обратно на место Забор с Паса на Крови, представляете? Лежали Ну, память болит, у меня вчера я буду прийти Манушка Минский проспект Ну вот, это там, чуть дальше Но это тоже, наверное Я не знаю, что там дальше Я спрашиваю Ребята, Петербург, скажите, пожалуйста Сейчас, подожди Обожаю, обожаю Питер Скажите, пожалуйста, смотрите Вот мы живем на Фонтанке Мы вышли с Фонтанки Вдоль реки прошли, повернули направо, ушли на Невске По Невскому спустились, потом опять направо И вышли с Паса на Крови Куда дальше идти, чтобы попасть в Уммитар? Я сейчас скачал этот Яндекс пешком Но он такой дурной, что там ничего не понятно Какой такси тут? Всего там полтора километра Куда с Паса на Крови идти, ребята? Налево или направо? Спасибо огромное Свои ответы посылайте, подписывайте Ставьте колокольчики и обязательно Женя, переехать Женя, переехать Женя, переехать А, переехать У нас скидка есть, прокладно еще Переехать Скидка У нас скидка есть Мысли переехать Ну как, интересно просто Недвижимость У нас скидка есть У нас скидка есть Постоянная встреча, наверное, не готова еще Потому что местность, я не знаю Чужой город Хотя, казалось бы, где-то не совсем Поэтому В этом нечувствую, надо продавать А вот и рестораны, по-другому Которые у нас скидка есть Скидка есть Скидка 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 Здрасте Места есть Есть Записали на завтрак, опоздали Проспали Хоть пообедаем Скидка Скидка Заходим, пусто вообще Так, подожди Я люблю собак Я люблю собак Всегда готов Здрасте 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 Так, пожалуйста, кто-то тут задирает Здрасте Здесь немножко неудобно Тем что? Ну, сам, все, иди поднимайся Иди поднимайся Я вот это по тому отелю Подпишите И для детей тут не предусмотрен Точно для малышской колески Здравствуйте Здрасте 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 Как бы Люди Если они не вернутся Бывает с праздничной идеи А, мне receipt Я сказал, что он не переживает, не бывает, он мне писал, поэтому я сразу говорю, и вам говорю, мы честно. Вы мне пришли, я помогаю. Нет, пока не пришли. Но они из-за того, что у тебя в различных людей, через день они могут вернуться, а когда они на карту берутся. Главное, эти деньги уйдет с работы, и вы грозяли. Друзья, давай раздеваться. Малышка спит пока, да. У нас же здесь и музей Фаберджи, через дорогу живем, музей Пушкина, музей Анны Ахматовой. Вот, мы также хотим в Эрмитаж посетить, но я вообще не знаю, как это сделать с ребенком, потому что там нужно долго находиться, очень долго. Хотя бы вот полдня, чтобы что-то отложилось в голове, запомнить, заметить многое, да. Вот, поэтому, не знаю, может быть, Эрмитаж завтра оставим, либо сегодня Эрмитаж, завтра остальные музеи. Какой же у нас народ, а что там такое, я просто не вижу, что пишут волосы. Цвет шикарный, вам депутатсиба. ХХЛ у них, что ХХЛ, писан у меня ХХЛ. Сходите в русский музей, спасибо, вы тоже хотят. Вот она долго, а не, на несколько дней. Так, голову чаще моют без обид. И это через день, каждый день моют. Без обид, ладно? Такие люди без татана просто. Дибирные. Так, Саша, скажи, какой смесью дочу докармливаешь? Или сосет она кустышку? Ну она у нас и кустышку, если она голодная, не наедается, я ей могу смесь дать на козе молоке ныне. На кузином молоке. На кузином молоке. Блин, ну как так мы забрали? Она говорит, как половина не пришла. Да? Кто забронировал, проспали. Да, проспали. Не потому, что так много агрессивных людей. Знаете, я заметила, вот сейчас Женька обсуждали, она говорит, блин, Сань, вот как что-то у тебя в жизни интересное происходит, куда-то отдыхать едешь, или там мини-путешествия, еще что-то, говорит, сразу какие-то, говорит, вон дорожки выползают, начинают гадости писать. Конечно, ей же неприятно дома сидеть в четырех стенах, когда тут путешествие красивое в Санкт-Петербурге, ничего себе. Саша, ты прикольная, настоящая. Тебе, знаешь, что она попробует? Это доширак, доширак. Доширак? Смотри, продукты. Ты любишь такое? Возьмешь себе? Ну, подумай еще. А что думать? Кофточка прикольная, красивая. У нее кофточка прикольная, да у нее обычная кофточка. У меня кофточка прикольная. Всем привет, котята. Я Сашке вчера сказал, я говорю, не дай бог мы придем к тому, что нужно разводиться. Боже мой, сколько людей будут писать, и какая она счастливая, какая она классная. Слава богу, она освободилась от этих уст, кузинских, уст, уст, оков. Короче, сегодня второй день в Питере. Но я вам так скажу. Смотрите, кто соберется в Санкт-Петербург, сама по себе недвижка. Здесь, ну, то есть аренда. Вам надо все это делать заранее. Здесь все очень сезонно. То есть есть вот сейчас, если приехать, то как бы более-менее сейчас свободно. Сама по себе аренда там, но я считаю, что я преемник того, чтобы снимать апартаменты. Ну вот, Сашка, вот любим апартаменты. Даже раф есть для таких девочек. Ну, это вот для тебя. Вот. Потому что гостиница, ты гостиница, апартаменты. А что, из Бойтрон, ты из Ирландии? Да. Это про тебя? Это про меня, да. Апартамент это круто, у тебя своя кухня, ты там совсем предназначен, никто там не шоркается. Вот. Ну, хватит, я думаю, что хватит четыре дня. Четыре дня выше крыши. Хватит, чтобы все обойти. Саш, ты прикольная, настоящая, настоящая. Скинь этот, мы тебе азбуку спросим. Пончики с тунцом. Кофточка прикольная. А, это вы этот уже. Все мечтают о таком декрете, как у вас, и все тут, что не обращайте внимания. Ребят, мы не обращаем внимания, все нормально. Ну, как не обращаем? Сашка обращает внимание, я не обращаю. Ну, как, я не обращаю внимания, Женька обращает внимания. Повезло вам с погодой. Да, ребята, с погодой нам повезло не то слово. Смотрите, сейчас. Смотрите, погода. Небо синее, синее. По поводу, значит, по поводу цен. По поводу цен, по поводу. Смотрите, мы приехали сюда на Сапсане. Мы, Сашка, почему-то не захотели ехать на самолете, она не захотела. Ну, говорит, людей много. Тем более, я не ездила никогда не сезда. Да. Вот, мы приехали на Сапсане. Он стоит, значит, бизнес-класс стоит 8 тысяч. 8 тысяч человек, если из Москвы двигаться сюда. Эконом стоит 4 тысячи, эконом плюс стоит 5 тысяч. Эконом плюс, это там вам просто еду дают. Ну, еда, это вы поняли, бутерброд. Я вам скажу так. Тратить деньги на бизнес нет никакого смысла, потому что ты едешь абсолютно спокойно. Это Сапсан там нет, как бы, ну, невменяемо. А если есть, то в этот раз они нам не повстречались. Значит, само проживание. У нас апартаменты стоят в сутки 11 тысяч рублей. В сутки. Но у нас мы прям живем на Фонтанке, мы прям в центре. Вы можете найти апартаменты здесь и за 3 тысячи рублей, и за 2 тысячи рублей, поэтому... Ребята, обязательно приедьте в Питер. Я люблю шаурму, попробуйте шаверму здесь, потому что она тут хваленая. Жень, вообще не оговорка, семья, дети, путешествия, посылаю. Супы все есть. Как ты, олень? Ну, не олень, а олень. Вот. Как ты? Давай, подтяни русский язык, потом пиши мне, и я тебе отвечу на твой вопрос. Да, она толстая, страшная, вредная, с грязной головой. Отвалите уже от Саши. Согласен, ребят, согласен. Ты олень. Да я уже понял, понял, понял. Дагестанский 95. Я уже понял. Только не олень, а олень, мой родной. А мы вчера были... А, нет, в Исаковском не были. Ну, сейчас пойдем. Мы пойдем сейчас в Эрмитаж, а там где-то недалеко чуть-чуть пройти, да, Исаковск. Да, Саварова? Ну, вот, доширак вот это сказали. Да, яичный. Так, сейчас, секунду, ребят. Так, а я буду... А что я буду? Завтраки кончились, блин. Стройников нет. Ну, ну, вообще, конечно. Я не так тяжелая такая. Ну, еще что, я буду... Ты вчера суп ела, да, вот с этим? Да, очень вкусно. Из-за вариантов соседа. Да? Да, и рыбный. Пряный рыбный суп с угром и медиами. Я буду его, да. И... А тебе понравился мысль вчера, да? Ну, а что, блин, а что здесь кушать еще? Я... Этот... И... Они не слышали твоего... Вот потом писать. Хорошо. Спасибо. Счастлив кофе попьем, как я. Супы для вас одновременно, потому что я не могу все сделать, через больше, чтобы я не знаю. Саша, глазуете красиво, спасибо. Смотри, запеченное яблоко есть. Вот надо попробовать. С какой славы карамели. Ты что, плакала ли, глаза слезят? Нет, у меня здесь белая подводка. Ребята, она со мной живет, рыдает целыми днями. Целыми днями. Огонь парочка. Что бы вы кто-то не говорили, я с вами родительство иглы. Спасибо. А, кстати, следующее... Все красуется перед камерой, конечно. Для чего камера? Кстати, я хотел сказать по поводу красоты перед камерой. Следующая наша поездка, она будет связана с Казанью. Поедем в Казань. Мы решили с Сашкой поездить по России. Построить маленький трип. Да, небольшой трип. Гидс, ту гидс. На, пока посиди на филе, с ребятами общаться. Всем привет. Сейчас она... Дочка там подкормит ее чуть-чуть. И еще, знаете что, вот вы будете многие смеяться, и, может быть, кто-то не поверит в происходящее, но я с вами поделюсь. Это бесплатно абсолютно. Если у вас какие-то начинают происходить проблемы в семье, ну, у нас этого нет. Ну, просто вот мы с Сашей заметили, что мы дома можем там друг друга так покусывать, там, на почве бытовой. На почве бытовой. На почве бытовой. Короче, ребят, бла-бла-бла, путешествия, поездки, не обязательно какой-то за границу или там, ну, хотя бы там на 10 километров на пикник съездите в лес, в деревню, на речку. А это все скрепляет семью, правда. И как-то становится хорошо, знаете, и вы возвращаетесь сразу там на тот период, на первые полгода ваших отношений, когда вы там только познакомились, только узнаете друг друга. В общем, короче, вот так вот, если короче. Если подлиннее, то мне надо будет снять штаны. Блин, вы мотивация отношений. Давайте в Нижнекамск... Не, ребят, без обид, правда. Питер, Казань, да, в Нижнекамск не поедем. В Нижнекамске наши... Есть, знаете, есть города, которые скрепляют, а есть города, которые разрушают. Мне кажется, в Нижнекамске все это закончится. Я ничего не имею против Нижнекамска, я был в нем, кстати. Да, согласны с вами. Петергоф сгоняет. Ой, ребят, не пишите эти комментарии, это ж моя сейчас увидит. Я вообще не любитель. В царское село она хочет. В царское село она хочет. Что не любитель, на чем вы сюда приехали? Видите, Санька в царское село хочет. Ну, я... Так вокруг посмотрю. Чувствую, тянет ее в село, тянет ее в село, тянет ее к родным, вот. Пенатом, как говорится. Вот. Нижний Новгород лежит. Так прикольно, я за вами наблюдал. В Нягань на север. Я в Нягань сейчас буду, кстати. 14-го числа я буду в Нягань. В Нягань это Хамоновский? Нет, это Хантамансийский. Хантамансийский. Автономного округа, да. Этот. Я буду в Нягань 14-го, 15-го числа. Сужу КВН. Жень, в Казани... Я в Казани был. Был в Казани. Сашка не была, она хочет там побывать. Мы обязательно с ней сходим туда. А ты был в Казани? В Казани был. Да, когда ездили поезд молодежи с Бузова еще. Ну, когда Бузову еще никто не знал. А меня знали все. Это были те времена. Яркие для нашей страны. Конечно, в Пушкино это обязательно правильно, Саша. Да, я поэтому... Чем вам Нижникамск не нравится? Моя золотая. Катюш, да нравится мне Нижникамск. Ну, перестань, ну что ты. Очень нравится, очень нравится. Я вообще, когда вот... Работает? Я, да, я когда из Авросийска летел, ну, то есть, еще не летел, сидел дома с мамой. И вот мы с мамой выбирали Москва или Нижникамск. Ну, не знаю, почему-то к Москве больше склонились. Получится с юмора отвечать на грубость, а не хабай. Саша, уже не получится с юмора отвечать на грубость. Ребят, как можно на грубость отвечать с юмором? Вы знаете, я вам объясню одну систему. Зло порождает зло. Зло не порождает добро. И добро не порождает добро, понимаете? А зло, оно порождает зло. Я такой же вопрос вам могу задать. Вы можете перестать писать грубость, чтобы Саша вам не отвечала грубостью? Вот. А по поводу... Я понимаю, о чем вы спрашиваете меня. Я думаю, что это просто придет с возрастом и с пофигизмом. Вот. Как только ее тело наполнится пофигизмом по отношению к своим подписчикам, тогда она перестанет отвечать грубостью. А пока она отвечает грубостью, это говорит о том, что она жива. Да. Поэтому... Это Саша, кстати, все штрафы. Но это за парковку неправильно. Да, я просто люблю нагло парковаться. Вот захотелось здесь и все. Там все принесли, ребята. Благодарю. Ой, какой красивый. Так, а у меня вчера такой... Миди, устрица... Не, не устрица, а этот... Ой, угарь. Мужа. И дочь у нас просто играет в обезьянку Чико. Бежит. Слава, поела еще, подкормила. Ах, возьмите Lexus NX или RX. А зачем? Ну вот мы тоже думали, либо Infinita брать наш QX70, да? Либо Infinita, либо этот Lexus NX, RX смотрели. Но все-таки поняли, как и RX, он более такого же, когда-то в возрасте. Когда тебе 94? А Infinita больше погонять такой, знаете, тинейджерский автомобиль. Ты в Москве с вами погоняешь? Приятного аппетита, спасибо. На диете нет. Я еще кормлю по этому диету, у меня никаких нет. Боже, какой супа красивая, цветочка. Это вот сфотограф. Да. А что так мало надо? Нет, ну мы же в ресторане, мы же не в столовке. Сейчас прическу еще тупее сделаю. Ребят, кто бы что про меня не говорил, кто бы что не писал про мою жену, но я остаюсь верен божественной водичке, которая укрепляет все мои органы изнутри, которая помогает моим глазам блестеть, которые помогают моему языку болтаться вправо-влево без остановки. Сегодня вторник, сегодня рабочий день. Я хочу пожелать вам всем всем хорошего, трудового дня. Да, оставаться счастливыми. И самое главное, оставайтесь честными по отношению к самим всем. Не будьте вружками, тост такой. Так, ну что, пробуем суп? Видела? Какой красивый. Чувиточка хвоя у меня здесь. Класс, да? Ну что, пробуем? Алкаш пишет. Я специально, Саша. Я же люблю это. Ой, как вкусно. Сперва, как мало, скажи, по-моему. Очень вкусно. В каком углу? Вода и... Нет, святая вода. Так, мне так нравится, что у нас твой маникюр и колечко, что ты беляночка, как в сказке. Спасибо. Ребята, еще короче, инсайдерская информация. Если у вас лежат дома рубли, это вот мой вам совет. Идите поменяйте на доллар. Даже если у вас лежит там 30 тысяч, идите поменяйте на доллар. Делайте это сейчас, сегодня. Сделайте это. Я вчера посмотрел, очень классные... Ну вот, в общем, зайдите в YouTube, посмотрите, что происходит. Цены на нефть упали на 30%. Ну, то, чтобы вы понимали, там неделю назад доллар стоит 64, уже стоит 68. Ну, по-моему, 67 с копейками. Идите, меняйте. Привет, Принестория. Это вкусно. А что, острый, что ли? Горячо. Вкус очень нежный, классный. Ты его няшный пишет. Привет, Силашка. С этим супом не сравнился. Тут, конечно, по-последнее, что ли, не могу понять. У тебя? У тебя и послаще. У тебя другой вкус совершенно. И более такой к азиатскому грабежу. Как ванне вчера, великолепно. Единственный, знаешь, какой момент. Там стоит водонагреватель, вот, и воды там, 50, по-моему, на 50-70 литров. То есть, я ванну принял, все нормально. Когда я ванну принял, вдруг Саша говорит, я тоже хочу принять. Да, нужно, оказывается, подождать. Я не знала этого. Точнее, сейчас надо купить доллары. Не прогадай, не прогадай. Не прогадай, что-нибудь еще. Не прогадай, что-нибудь. Эти три доллара прямо сейчас. Вот сейчас все грамотные, сейчас все пошли меня. Точнее, уже, наверное, поменяем. На стол дома лежит полторы тысячи рублей, запоменяем на доллар. Сибири, привет, привет. Земляков Кузьмин, привет большой. Привет большой, ребят, всем привет. Дорого сейчас, за доллар пишет, слышишь? Ну, берите. Сейчас до соточки дойдет, потом это. Это мне очень дорого. Да, спасибо огромное. Ну, это я за... Это такая вкусная. Смотрите, что мы покажем. Покажем. Это вот это горячий хлеб, очень мягкий он. Смотрите, ведь аж хрустит. Ну, по-моему, вчерашний. Ну, ладно. И это печень, да, кроличья, да? Ага. Кроличья. Привет Гринпису. На фонтанке водку пил, на фонтанке водку пил. В Питере пить, в Питере пить. Здесь все песни, стихи, все ведет к тому, что нужно. Тем более мы идем в Эрмитаж, ребята. Ну, какой Эрмитаж потрезванный? Надо пьяненьким все это ощутить. Что мне подскажет, нам завтра в Эрмитаж. Завтра пойдем в Эрмитаж. Нет, сейчас пойдем. Если он до шести работы отпишет. Мне кажется, ошиблись, не может до шести работы. Потому что со всего света отправляются сюда. И как до шести? С рабочей трудовой недели. Обожаю вас. Смотрите, стоит мальчишка. Какой симпатичный. Привет, вы большие молодцы, что вы видите хорошо. Ребята, я знаете, я Сашке вчера сказал. Вот в чем отличие нашей семьи от многих. Я не сравниваю ни с кем. Но вот, что моя жена, она перед вами честна всегда и открыта. И за это, наверное, многие пишут, хейтеров у нее очень много. Что я открытый, что меня начинают писать, что я там алкаш, еще что-то самое. Ребят, я обычный русский парень. И мы перед вами очень честны, понимаете? Короче, мы где выгодно, он говорит, что он с Таджикистана. Где невыгодно, он знает, короче, русский парень. В общем, я всех боюсь, поэтому я это не знаю. Очень вкусный суп. И семья. Так, тебе что, на мазерный бутербродик сделать? Миташа работает с 10.30 до 18.00. Нормально там все, да. 4-5, нет, завтра пойдет. А сегодня куда? Сегодня пойдем в музей Анахматово. Нет, музей Анахматово, это рядом был с нашим домом. Ну, идем. Нет, туда пойдем прогуляемся. Не хочу, такая погода хорошая. Мы успеем, Саша. Не знаю, завтра еще один день, но все, завтра Анахматово у нас. Нет, сейчас пойдем. Слушай, надо на час туда идти, я не знаю. Значит, надо это, такой час. Мне вы, девочки, объяснили, по фонтанке идешь туда, поворачиваешь к Марсовому полю и выходишь к Анахматово. Нет, мы сейчас на Марсовое поле пойдем с того, тогда. Я побьюсь на зелятого белого толстовка. Вы думаете, не зелятого? Точнее, я ротемного. Я не могу понять, рабочая неделя, тебе 2000 человек смотрят. Что происходит, дочь? Потому что мы в Питере, понимаешь, Питер все любят, всем интересно. Ваша дочь, значит, русская, таджичка, еврейка. Ну да, да, все перемешано, намешано. У тебя бабушка наполовину таджичка была? Или чистокровная, таджичка? Розия Борисовна Акабирова, чистокровная. Дочь переборит. Все, где идешь, это жизнь. Чего? Чего мне написали, непонятно. Ты грудью кормишь? О-о-о. Конечно. Меня в основном. Ну, кормит, конечно, ребят. А, кстати, девчонка ж первого года, ладно? Вот, она мне написала, говорю. Кстати, я ей пишу, я не могу написать, типа, ошибка какая-то в людях. Я написала в комментариях под ее фото. Вот, я, кстати, в сторис выложила, что я отправила 500 рублей, чтобы увидели. А чего-то вам сделала такой, хотя бывает, иногда вообще забывают. Валет, у нас саламбра. Вот, и он говорит, приезжайте в Грузию, помогну. Ну, типа, проведу вам отдых. Приезжайте, так приятно. Дочь распит. А типа, конечно, не поправится. У нас с таким куском хлеба все закусывает, то лишнее. Дебе точно бы. А вам пока расти. Почему вы мне в рот заглядываете? Считайте мои калории. А ты этот рот показываешь, значит. Да, дядь. Выбирайте, дядя Слава. Ребят, вы же не сравниваете, есть же разный кусок хлеба. Есть кусок хлеба, на который намазано масло, сверху положена колбаска краковская, а сверху еще майонезико, ну, так говорится, для третьего слоя. А есть с пашкетом, понимаете, это же разное. Бедна. У меня, кстати, жена вчера уснула в 11.50. А мы с дочкой в три ночи где-то уснули. А кормила ее во сколько прикладывала? Ну, ты ее приложила, покормила и уснула. А, да? А мы три часа еще с дочкой смотрели фильм. Час утра я еще кормила, я тоже не помню. Александр, Александр, обожаю этот фильм, Александр. Один мой кофе. Жень, скажешь, ты как свинота ешь. Я ем, да, как мне нравится. Идет на аппетиты, ребята. Спасибо. Ну, ребят, как же здесь вкусно? Я не знаю, надо ждать, сколько миллион ресторанов в Титер, ну, вот во втором. В этот же ресторан, потом второй раз. Потому что на против дома. На. Ну, и потому что очень вкусно, не наелась. На, на, на. Нет, мне лошадь. Покажи, как свинья кушает, пожалуйста. Ну, покажи ты. Ягодская упала. Как там погода? Ну, плюс 7, плюс 8. Ну, немножко ветрено сегодня. Так, хорошо. Но вчера был вообще супер. Сашка гидрометцентр включила. Кстати, я была бы очень рада, если бы я вела новость погоды. Да, ребята, 100% вообще ни разу не попала бы в точку. Завтра будет 100 тысяч, там плюс 30. Так, а тут же не моя уже вина. Это вина редакторов, которые тексты с тобой. Согласен. И гидрометцентр, поэтому. Женька, только ржать приколист. Когда покажется дождь, да не знаю, как мне будет. Какие-то, бонди, какие-то, плоткие. Это будет очень классно. Это будет очень классно. Блин, вот то, что, вы знаете, вот не дает, не дает, все мне предлагает. А вы говорите, я свинюшка. Это моя жена свинюшка. Я не люблю, это кальмары или что это? Это кальмары, это осьминожки. Это уголь. А, уголь? А я уголь не люблю. Саша, сколько? Саша, сколько весит? Ну, между 50 и 100. Кто угадает, тот получит 1000 рублей от меня на карту. Яхер, яхер. У вас больше одежды нет, только спортивки. Я тебе могу номер карты скинуть. Закинешь мне там. Я, смотрите, короче, я вам объясню. Хотя, полотенечек, чтобы я вам планирую. Я вам объясню. Когда ты приезжаешь, и когда ты настроен на экскурсии, постоянные, хождение. А не на фотосессии? Да. Самая оптимальная одежда, это... Я вам объясню. Да, одежда, в которой удобно. А, как правило, удобно в спортивной одежде. Мы, кстати, что самое интересное, с Сашей взяли с собой классическую одежду, да? Ну, не тоже классическую. Я взял с собой пальто, брюки, туфли и шерсти, casual, стиль casual у меня. И я думал сегодня его одеть. Но я не захотел. Ребят, ну, надо же, блядь, жить надо на расслабоне, мои золотые. Чего вы, кстати, придираетесь? Отвратительные. Я все настроен на нуле, ребята. Ну, я знаю, как его поднять. За педантичных дам. За женщин, которые разбираются в моде. За диетологов. За вас, мои дорогие. Потому что... Стилистов и визажистов. Если вас не было в Инстаграм моей жены, я не знаю... Маникюрных мастер. Как бы мы жили. За вас, девочки мои. Берегите себя. Берегите себя и... Своих близких. И своих близких. С вами была программа «Жди меня». Нет, еще стилиста. Берегите себя. Не обращайте внимания. Окей. Слушай, что такое вкусное меню? Сипатичное. Всего четыре позиции. Гречи с тофу и с картофелем. Белокачаная капуста в азиатском стиле. Запеченное яблоко с кокосом... С кокосовой карамелью. И белые грибы с кремом из репы. Обязательно. Теперь это стоит, допустим, запеченное яблоко с кокосовой карамелью 260 рублей. Гречи с тофу и картофелем 320 рублей. Белокачаная капуста в азиатском стиле 350 рублей. Да, Светлана Николаевна, я этого жду уже. Платье, вернее, нужно. Кому платье? Вам нужно? Ну, сходите в магазин, купите. Да, в одной задежде. Это уже ведь исчезло. Не в шмотках счастья. Ребята, кто с нами пьет, мы поддержим. Я вас люблю женский пол, поэтому подруга нет. Да, дай. Так, что посеешь? Будете, какие места? А, что посещаете? Какие места? Ну вот, хотим сейчас пару на Маршево поле. Маршево поле пойдем, Саша. Как Ахматова рядом с нашим квартирами. Так, а ты скольки работают? Разберемся. Мы здесь Ахмат. Слушай, Саша, у меня Санна отличное отношение. Она нас примет в любое время. Ну, у Асаню циканда, ничего так. Вот так. Во сне. Недорога для такой вкусняццы. Но вообще, да, это очень демократичный. Очень приятная. Но мы, правда, в одном из стран не были. Ну, тут пучку, потрясающая. Будете, сейчас вы и вы. В Кунскамеру очень хочу сходить. И в Кунскамеру. Давай сегодня сходим. Так, давай, я сейчас посмотрю, где она. Какая погода в Петре? Плюс 7. Бомба. Ну, классно. Ну, вот мы еще возле набережной, поэтому тут еще больше ветра. Кунскамера 2,2П. Тут все рядом, 2 километра. Ну, это надо через мост, дворцовый мост идти. Кунскамера принесли. Спасибо. Реально, сучка, в Дашь раз. Смотрите. Смотрите. Такая лапша. Они еще называют в ресторане лапши дошрак. Смотрите, она какая-то такая дошрака. Классная. Лапонька, кушай, кушай, растяжопом. Тебе же эту жопу потом носить на себя. Привет, ребят, привет. Женька, выпей за меня рюмочку. Давай. Давай. Как ее зовут? Как ее зовут? Как зовут? Где она сейчас? Доча, сейчас поедем уже. Ирина Макарова. Ирина Макарова, давай. Давай. Иришка за тебя. Иришка за тебя, чики-пики. Да-да. Все. С граненого стаканчика. Давай запустим. Надо быстрее кушать. Все, быстро кушаем и побежали. В общем, прямой эфир еще выйдет. У меня дарится не покажу. Ничего интересного нет в кускамере. Значит, не пойдем туда, ребят. Мы очень подвержены чужему мнению. Поэтому, значит, не пойдем. Хотели искать в кускамеру. Там ничего интересного. Значит, не пойдем. Добрый день. Какие у вас в семье слова-паразиты? Ну, мое имя. Блин, вот. Сейчас, доченька, сейчас моя золотая. Давайте, доченька, сейчас я поем. Ну, ешь. Нормально все. Сейчас, моя золотая, секундочку. Ммм, прикольно. Не уходите, я хочу, чтобы выглядели части нашей семьи. Сейчас я разверну к себе. Не-не-не-не-не, не переживай, Саша. Я же и поставил пока. Ну-ка. Она уже устала лежать? Ну, конечно, устала. Нет, она хуже. Она хуже. Мы ее положили. Не хотите счастья вам. Спасибо огромное, ребята. В общем, мы желаем вам хорошего дня. Спасибо огромное, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо огромное за ваши слова, за плохие, за хорошие. Когда плохие, мы прислушиваемся и делаем работу над ошибками, совершаем. Потому что порой со стороны оно же виднее всегда. Поэтому вы говорите нам, делайте замечания. Мы будем еще стараться лучше. Да, мы будем стараться, чтобы нравиться себе. Но не вам. Доброго дня вам. Не всем, не всем. А Сашка все ест. Да, ест. Она вообще не останавливается. Вообще. У меня не желудок, у меня там этот, комбайн. Я рот не закрывается, я тарахчук.